Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Аминь. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 8 стих. То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Толкование блаженного Феофилакта. Так как назвал закон служением смерти, то естественно было назвать Евангелие служением жизни. Но апостол дал ему название высшее, назвал его служением Духа. Ибо Новый Завет имеет силу сообщать не только жизнь, но что гораздо важнее самого Духа, дающего жизнь. Тем славнее значит он в сравнении с законом. Комментарий Игнатия Лапкина. Умоляем от имени Христа, распятого и грядущего судить мир. Прочтите эти слова толкования и заучите наизусть. Новый Завет имеет силу сообщать не только жизнь, но что гораздо важнее самого Духа. Вот в чем воскрешение России. Не в монархии, не в ее богатствах, а в Евангелии. Через Евангелие идет стяжание Духа Святого. Новый Завет имеет силу сообщать не только жизнь, но что гораздо важнее самого Духа. Я выделяю слова-то, эти толкования, ничего же не толкую. Выделяю, чтобы обратили внимание. Ну а кто-нибудь говорит, Завет силу сообщать? Да нет, конечно. Готовая, уже готовая. И все, поставили на полочку, стоит. И живут, как по привычке идет. 2 Коринфянам 3.9 Ибо если служение, осуждение славно, то тем плач-пачи изобилует славою служение и оправдание. Толкование. Снова в другом виде представляет и ту же мысль. Изъясняя свои слова. Буква убивает, называет закон служением осуждения, как карателя грехов, а не виновника их. Потому что интересно, я вот сколько раз это слышал, отца Дмитрия Дудко сидели за столом, начинаешь говорить местописание. Зачем это нужно? Буква убивает. То есть считать не надо. Вот ничего дурнее, ничего безумнее придумать нельзя. Ты прочитай толкование, о каком законе говорится, о какой букве, какого закона? Христова? Ну да. Я говорю, что они ошалелые совершенно. Совершенно не понимают Писание. Ну вот пришли, там побалакали, посидели и прочее. Да мне интересно, первые пяти минуты дал отец Дмитрий, чтобы я не указывал, где написано. А я говорю, цитирую глава стих. Ты можешь делать? А это нет, я тоже не знаю этого. То есть на том фоне, что они не знают, а я цитирую, ясно дело, они видят свою ущербность. И запретил мне это делать на полгода, сколько. Вот даже придумать нельзя этого. Евангелие же называют служением оправдания, потому что оно не только освобождает от наказания, но и делает грешников праведными. Поэтому Евангелие будет обладать гораздо большей славой. Второе, Коринфянам 3.10. То прославленное даже не оказывается славным с всей стороны, по причине преимущественной славы последующего. Что я, говорит, сравниваю Ветхий и Новый Завет между собой. Превосходство Нового Завета таково с всей стороны, то есть при сравнении, что прославленный, то есть Ветхий Завет, представляется вовсе не имеющим славы, по причине необычайной славы нового. Ибо хотя закон был славен сам по себе, но по причине превосходства евангельской славы является бесславным. Заметь, что и этим одобряет Ветхий Завет, ибо сравниваются обыкновенно вещи сродные. Второе, Коринфянам 3.11. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее, толкование, приводит другое умозаключение. Если в славе дан закон, перестающий и подлежащий отмене, то тем более будет в славе закон непоколебимый и вечный Новый Завет. Второе, Коринфянам 3.12. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением толкования. Поскольку приписал Новому Завету необыкновенную славу, то тем, которые, услышав это, пожелали бы видеть славу его чувственно, говорит, что мы имеем такую надежду. Какую? Ту, что все мы, верующие, удостоились большего, нежели Моисей, и потому пользуемся большим дерзновением относительно наставляемых нами. Ничего не скрывая и ничего не опуская, и не покрываем от вас лица, как покрыл его Моисей от иудеев. Ибо вы не так слабы, как они. Моисей же, когда получил скрижали в другой раз и сошел с горы, имел такое сияющее лицо, что иудеи не могли ни подойти к нему, ни говорить с ним, пока он мне закрыл лицо покрывалом. На историю этого события указывает Павел, когда говорит следующее, 2 Коринфянам 3.13. А не так, как Моисей, который полагал покрывал на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего толкования. То есть нам не нужно покрывать себя, подобно Моисею, ибо вы можете смотреть на ту славу, которую мы имеем, разумея славу Евангелия, хотя она гораздо блистательней Моисеевой. То есть вы можете понимать тайны Божьи, именно Евангелие, и нам не нужно закрывать их от вас неясностью, как покрывалом. Израильтяне же, как плотские, не могли видеть, что закон имеет конец, и что он будет отменен, ибо покрывало означает плотской ум их, как узнаешь ниже. Некоторые же понимали сие так. То самое, что они не могли взирать на лицо Моисея, показывало, что эта слава имеет конец. Ибо как скоро не видали славы, то ее и не было, и с ним показано было, что она кратковременна, потому не проявила себя славой. 2 Коринфянам 3.14. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Толкование. Ослеплен, говорит, ум их, и потому ни те, которые тогда жили, не видели, ни те, которые теперь живут, не видят, как ослепленные и имеющие на лице Моисеевым тоже покрывало во время поверхностного чтения закона. Видите, покрывало какое. И сегодня так же. Люди не понимают, считают, оно покрывалом закрыто. А покрывалом это из шерсти, влосянеца называется, жесткая шерсть. Нитки переплетенные, двойные. Ибо Христос называет закон Моисеем, как в следующем месте у них есть Моисеи-пророки, Лука 16.29. И не открывается им, не познается ими, что Христос умел отменить Ветхий Завет. Итак, их заблуждение есть заблуждение ума, потому что ослепление есть грех ума. Не удивляйтесь, говорит, что иудеи не могут видеть славы, славы закона. Если бы они видели славу закона, то видели бы и славу Христову. Ибо славу закона составляет обращение ко Христу. Где же сказано, что закон отменен будет Христом? Там, где говорится, пророка воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте. Второзаконие 18.15. Итак, когда повелевается слушать его, а он отменил субботу, обрезание и все прочее, то выходит, что об отмене этой дал повеление сам закон. «Кроме всего тем, что велено приносить жертвы в одном храме, а Христос разрушил его, не отменяется ли жертва совершенно? И ты, священник, вовек починуй мелхиседека» Псалом 109.4. «Также жертвы и приношения ты не восхотел» Псалом 39.7. «Все это составляет отмену закона». 2 Коринфянам 3.15. «Да ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Толкование. «Поскольку выше сказал, что покрывало лежит в учтении Ветхого Завета, то дабы кто не подумал, что покрывалом называют неясность закона, говорит, «Нет, я называю покрывалом слепоту и грубость сердца иудеев, ибо и на лицо Моисея оно лежало не для того, но по причине грубости и слабого зрения иудеев». Интересно, как он, тот на лице, а этот переносит на сердце. Вот сегодня мы сказали, что это грубый выпад осуждением. Но так как сказал Павел, и канонизировано это письмо, теперь мы считаем это за святость. И не должны в этом сомневаться даже. Ну, первое, когда услышали, ты смотри, какими словами они могли отреагировать на это. Ну, было у Моисея, какое отношение к нам имеем? Ну, а у вас на сердце закрыто, вы ничего не понимаете. А мы относим сегодня это и к сектантам и православным. Те от церкви вообще ничего не понимают. А эти о христовой жертве, считай, ничего не знают. Все. Второе Коринфянам 3, 16-17. «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода». Вот эти слова надо хорошо запомнить. Где свобода, где Дух Господень. То есть система не властна над ним. И он выпадает оттуда. Самое опасное, это миссионерские отделы, говорят, а придумал враг. Их нельзя создать. Это труд Духа Святого. Где Дух Господень, свобода. Нет, его давнул сразу. Архиерей сказал нельзя, нельзя. Он не может с архиерей прикасаться. Архиерей сидит на одном месте. В вопросе благовестия выше миссионера никого нет. А вообще-то в церковной иерархии самое высокое звание – это мученики. Мученики. За ними идут исповедники. А остальные-то они никакой награды-то не дают. Какая тебе награда? Ты на языке заговорил. Награда дается за труд. Если ты проповедовал, ходил, говорил, и никто не обратился. Награда самая большая. Вот мне говорят, я 17 лет в тюрьме занимался. А сколько обратилось? Я говорю, ни одного. Как так? Очень даже просто. То есть священник пришел в один день, 470 кресил. То есть как, побрызгал и все. И они наркоманы, там эти садомиты были, все такие остались, матершинники. Я их готовлю. Они выходят из тюрьмы еще, и тогда будет видно, готовы или нет. Вот почему. Толкование. Теперь говорит о способе, как могут исправиться израильтяне. Когда обращаются к Господу, говорит, то есть когда оставят закон и приступят к духовному Евангелию, тогда снимется покрывало. Ибо и Моисей, как повествует история, когда обращался к Господу, снимал себе покрывало, а это прообразовало имеющее быть после. Именно, когда кто обратится к Духу, ибо Он Господь, тогда увидит открытое лицо законодателя. Еще более, сам будет наряду с Моисеем и будет наслаждаться славой, превосходящей, как сказано, славу закона. Вот прообраз, прообразовало, нет этого слова в Священописании, но оно прямо просится сказать, то есть что перед этим было, что означало оно. Обрезание означало крещение, скрижали Господа, ковчег Божью Матерь, дальше. Ибо ее даст Дух, как Господь и всемогущий. В законе было игое рабство, а в законе Духа и в Евангелии свобода. Так что слава Господня созерцается беспрепятственно и свободно. 2 Каифинам 3,18. 2 Каифинам 3,18. Бернет линию свою и сам не понимает, и этого не понимает. Миссионерский отдел, заведующий миссионерским отделом. Какой? А где ты проповедовал? Не знает. Какие души? Как ты нашел доступ к ним? Не знает ничего. Я говорю, зачем же ты позоришь себя этим словом? Ты скажи, что проповедник, может миссионер, может труженик или еще что-то. Иконы рисует хорошо. Толкование. Мы наслаждаемся, говорит, такой свободой и благородством, что все мы верные, не как там один Моисей, открытым лицом, ибо верующих нет покрывала. Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу. То есть, получаем ту же славу, и подобно зеркалу, приемляя блеск, отражаем его. Как серебро, лежащее против солнца, и само испускает некоторые лучи под влиянием солнца, так и мы, очищенные духом в крещении и озаренные его лучами, отражаем некий духовный блеск и преобразуемся по тому же образу от славы духа в свою славу, и при том в такую, какую свойственно иметь тому, кто просвещен от духа Господня, никому не подчиненного. Ибо, будучи Господом, он имеет и светочи владычные. Это крещение, очищенное, ну нет ничего этого, озаренные его лучами, нет ничего. Заплатил деньги, вышел, тут же может закурить и что угодно. Нету этого. Ну к этому надо стремиться, об этом не стремятся. Все, у вас квиток на руках, на руках, все, побрызгал маленько, тронул, то есть профанация. Ибо все верующие через крещение исполняются духа святого, и душа их просветляется. Ничего этого нету. Какая она просветляется? Он даже не понял, что было с ним. Да и Моисей, видя божественную славу, и сам преобразился в нее, то есть сам получил блеск, и лицо его просветилось, прообразуя нас. Вот умирает, там схему принял священник один, и Михаил, и с ним Кальмаев разговаривает. Ну а как ты, я у тебя крестился, ты же у меня только ладошка, ничего о кресте не рассказал. И он уже умирает, 90 лет, и у него покаяния никакого нет, он мертвый. Мертвый духовно, его еще постригают, над ним какие-то производят операции. Он мертвый, он уже не под себя идет, он ничего не понимает, лежит в серебре, рот вот так раскрытый. Ну гляньте на него, что вы делаете-то? Нет. И вот они тратят время, постригают на него, надевают, мантию какую-то, даже безумием нельзя назвать. Человеку каяться надо, на суд Божий идет, он тысячу людей перепортил. Это ролик стоит об этом. А теперь нападает на Михаила, который его вытаскивает из этого состояния. Михаил-то делает роль, пророка выполняет. Далее. 2 Коринфянам 4.1 Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Толкование. Поскольку выразил многое великое, сказав, что мы, апостолы, выше Моисея. Ибо если все выше, то тем более они. То умеряет свое слово и говорит, все это принадлежит Богу. Ибо мы только служители. И тот, что мы поставлены служители, не наши же. Но говорит, и это принадлежит милости Божией. Слава посему, мы не унываем, относив к тому и другому. То есть, так как мы удостоились столь великих благ, то не уклоняемся от опасности и скорбей. Потому что однажды, быв помилованы, поставлены на служение. 2 Коринфянам 4.2 Но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Это абсолютно невыполнимо сегодня. Вот миссионер чем должен заниматься. Если он миссионер. Я миссионера вообще не знаю, не встречаю. Даже знает какие-то там доктор богословских наук. Он ничего не знает. Нету, ну грамота у него есть, грамота, а это не применишь никак. У нас тут ребята пошли беседовать с адвентистами, там какие-то еще еретики. Ну и позанимались, все пришли, а тебе другой стих вставили. Они говорят, не так разговор пошел. Почему Златоуз говорит, ты должен иметь тысячи талантов. Просто беседуешь и ты на память должен знать. Они не принимают других книг. Вот он называет, какой стих ты от него должен вывести по диагонали, по прямой, кверху, книзу, все последующие стихи. А это бывает иногда несколько десятков. О втором пришествии Христа мне пришлось беседовать с новосибирскими. Они привели четыре места. Я им привел на память, процитировал, 72 места. Для них это было действительно, как говорят, шоковая терапия. Они мгновенно изменили мнение православное. 72. А 72 это не означает один стих. А иногда я считаю за одно место ценный пакет. А они по Библии следят, а я считаю и на память говорю, какое место называю. Очень хорошие беседы бывают с людьми, которые знают Писание. Ну а было, что принять не приняли. Но возражений не было. Толкование. Толкование указывает на лжи апостолов, которые во всем притворялись. Притворялись. Они брали дары и представляли себя неберущими. Казались святыми, а были нечисты. Мы же, говорит, отвергли такие дела, которые, обнаружившись, покрывают делающие их позором. То есть такие, которые совершаются лицемерно. Вот я говорю своим, говорю, допустим, ты маленько заболел. Раз, знакомому брату машину. Ну машина, ладно, он выдавался с работы, как-то отпросился. Тебя везет, машина стоит. Ну настолько ли ты болен был? Или где-то что-то отвезти. Раз, звонит машину. Ну а братья-то безотказно. Ну зачем ты это делаешь? Ты внутри себя-то не чувствуешь, что это нехорошо. А что нехорошо? А они согласны. Ну согласны-то согласны. Ну тебя совесть-то почему не мучает? Ты чужое время, это не твое время, ты это отнимаешь-то. А вы еще не просите. Прошу. Нужно было найти всех моих благодетелей. Сергей Пупков согласился, мы проехали. Проехали два дня было. И нашли всех директоров, они на пенсии, я всех отблагодарил книгами. Я очень богатый стал. А для себя я... Вот вчера мы даже поехали, мне нужно было где-то там... Ну, нотариус должен там лично я стоять, расписаться. Там что-то перерегистрация устава идет, новые какие-то требования к уставу. Ну и едем оттуда, заехали в вестицию отдел. Я вылез, я уже не нужен, посмотрели, зашли там что-то опять переделать. Сейчас отвезу. Я не надо, езжай свои дела делай. Я пешком пошел. Иду пешком, да как хорошо-то пешком-то. А человек переживает. Нельзя этого делать. Я не могу это объяснить. Вот дают, передайте... Ну, вам не надо другому дать. Зачем из меня прокладку делать? Ты передай сам. Это внутри. Этому нельзя научить. И вы еще никогда не пользуетесь. Пользуюсь все время машинами. Так это миссия. Миссию сделать от Владивостока до Лиссабона. Лиссабона, это Скандинавия, Прибалтия, Кутурсия. Все захватили. Северные города. Это я не для себя. А для себя где? Там, где крайне, крайне необходимо. И ходить очень долго. И замешано тут общее дело. Это внутреннее. Этому нельзя научить. Но она хочет. Да ты ее приучила. Только чуть зуб заболел. Она уже машина стоит здесь. Это доброта человека. А ты пользуешься... Неправильно это делаешь. Я иду и, как бы, говорю. Я знаю, меня некоторые осудят за то, что вот вы так... Ну, как хотите. Я внутренний мир говорю. Внутренний. Давай. Ибо прибавляет, не прибегая к хитрости. Так что совершенное с лукавством есть и то, и есть то, что навлекает позор. Вот, пожалуйста. Впрочем, если будешь разуметь это о делах постыдных, то в этом ничего не будет нового. Ибо и это свойственно лжеапостолам. Не только говорит, жизнь наша проста, чиста и свободна от беззакония, но и в учении и в слове нашем нет обмана. Ибо мы ничего не примешиваем к ним из внешней мудрости или что-нибудь листивое. Не собираем деньги от проповеди и не говорим сегодня одно, а завтра другое, применяясь к временам и лицам. Как поступают лжеапостолы. Лжеапостолы представляют себя наружно и для вида, и кажутся иными, нежели каковы на самом деле. А я представляю себя, открывая истину, то есть самые дела употребляя во свидетельство. Так я говорю, что ничего не беру, и имея свидетелями этого вас, так поступаю и во всем прочем. Вот как я представляю себя всем людям, верующим и неверующим, то есть открывая жизнь свою и проповедуя всем открыто. Так что все могут разуметь. А так, как для людей можно обмануть, то присвокупляет пред Богом, которого лжеапостолы не принимают во свидетеля. Уже апостолы не принимают во свидетеля, видите как. Вот пишут, сегодня покажу здесь. А тогда раньше так не было, просто так. Ты муж и жена, все повенчались. Ну неплохо, конечно, особенно мужа и жены. Не надо толочься, вокруг ходить. Но принято. И это во всех народах обставляется и у сектантов, это у баптистов, свадьба дарят, одеваются особо. Это и у мусульман, это и у иудеев, у всех, у всех нет. А это не надо, что муж и жена. Муж и жена. Так запоминается дольше благословение, припоминает библейские события, и Сару, и Ревеку, и Рахиль. Дальше. Игнатий Лапкин. Комментарий. Каждому человеку Бог назначает срок жизни. И за этот короткий период времени он должен развить себя как личность, преобразуясь в образ Божий. Вот поэтому Бог дал человеку самый страшный и смертельно опасный дар – свободу. Как человек воспользуется этой свободой? Для угождения себе или для угождения Богу? При угождении себе человек имеет какую-то выгоду. А чтобы достичь этой выгоды, очень часто приходится перед кем-то быть не тем. Кто ты есть. Кривить совестью, что-то недоговаривать или говорить совсем не то. Человек, который стремится к спасению своей души, не может достичь этого сам, но должен жить в Духе Святом. Всю жизнь стремится к стяжанию Духа Святого. И говорить о Боге, о Вечности. Проповедуя всем открыто о воле Божией, о намерении Божьем в отношении всех нас. Только тогда человек может развить свою личность, когда он воспользуется содействием Духа Святого, действующим через совесть. Если же человек будет зажимать себя, таиться, поддаваться смущению, ложному стыду, застенчивости и не будет прямо говорить о смерти Христа и о воскресении Христа, проповедуя всем открыто, этим самым он будет закрыт для доступа Духа Святого, и это дерево начнет засыхать. Какой страшный грех берут на себя священнослужители, когда они только не побуждают доверившихся им прихожан проповедовать всем открыто о Христе, но более того, всячески препятствуют этому и уничижают и клемят тех, кто проповедует всем открыто. Вот так. Я ничего не добавляю, только эти слова делаю открыто, проповедую всем открыто, ничего не скрывая. Второе к Рифинам 4.3 «Если и же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих». Сказав выше, что хотя на израильтянах лежит покрывало, а мы, верующие, смотрим с непокрытым лицом, теперь говорит, что если Евангелие закрыто, то закрыто для неверующих. «Ибо что тогда было с иудеями относительно Моисея, то же самое теперь бывает с верующими относительно Евангелия. Но в этом виновны они, а не Евангелие. Ибо если бы они уверовали, увидели бы славу Божию без покрова». Видишь как, закрыто для погибающих. И вот я никогда не спорю, я ему сказал, он не спорит. Почему? Он не прописан, ему Евангелие не открыто, он не прописан на небе. И он поэтому городит, что попало, он не понимает, что он марионетка в руках сатаны. Ну ты встряхнись от этого, не думай, что о тебе люди скажут, потеряешь какое-то общение с ними, должность свою. Бог это сказал, Бог сказал, как Михей, сын Емлая. Бог сказал, и я скажу то, что Бог скажет. Нет так этого, лукавство одно. Второе, Коринфянам 4,4. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, в которой есть образ Бога невидимого». Толкование. «В числе погибающих, говорит, которых много, и которые различны, находятся и неверующие. Если же он называется Богом века сего, то в этом нет ничего нового, ибо он называется и Богом неба, хотя он есть Бог не его одного. Называется он и Богом Авраама, Исаака и Иакова, хотя он Бог не их одних, но всех. Что же странного, если и Павел благовременно назвал его теперь Богом века сего, чтобы лучше показать неверующим, что он создал и сие видимое, наслаждаясь которым они отвергают Создателя? Можно объяснить это место и так, что Бог ослепил умы неверующих века сего, ибо в будущем веке нет неверующих. Что же значит ослепил? Значит, что попустил быть слепыми, подобно тому, как и предал их Бог превратному уму, римлянам 1.28, ибо после того, как они отпали от него, он предоставил их себе, оставил их, потому что не принуждает ко спасению. Заметь же, что не сказал, что ослепил, для того, чтобы они не веровали, но для того, чтобы недостойные глаза не видели блеска славы Христовой. Блеск же состоит в том, чтобы веровать, что он распялся, вознесся и даст на будущее благо. Как больному глазами не дозволяет видеть солнечных лучей, чтобы они не повредились, так точно и они сделались неверующими сами от себя. А когда они стали такими, Бог сокрыл от них лучшую славу евангельской, как от израильтян лицо Моисея. Так и нам заповедал не бросать жемчуга пред свиньями. Евангелие от Матфея 7.7 Прекрасно сказал воссиять, ибо ныне мы имеем умеренный свет, а не полное освящение, что выше назвал благоуханием и залогом, показывая, что там находится нечто большее. А они не знают не только славы Христовой, но и славы Отца. Ибо если Христос есть образ Отца, то невидящий Христа не знает и Отца. 2 Коринфянам 4.5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Толкование. Выше сказал, что мы не прибегаем к хитрости. Потом присовокупил и неверующих, как они были покрыты. Теперь, говорит, мы не обманываем, ибо проповедуем не самих себя, как лжи апостолы, ибо они внушались своим ученикам называть себя их именами, как и показал в первом послании. Я Полосов, я Кифин. 1 Коринфянам 1.12 Иначе. Не думайте, нападающие на нас, что вы нападаете на нас, ибо мы не себя проповедуем, но Христа. Почему вы восстаете против проповедуемого нами? Мы до такой степени не себя проповедуем, что не отказываемся быть и вашими рабами для Христа. То есть, ради того, что Он так возлюбил нас и все сделал для нас. Комментарий Игнатия Лапкина. Если человек, называющий себя христианином, не проповедует о Христе, это явный признак того, что он противится Духу Святому, и в нем нет любви ни к Богу, ни к ближним. Вот тебе все, монашество. Священное Писание не подтверждает того, что Бог установил. Именно такие длинные богослужения на непонятном языке, без проповеди, без слова, которые бы доходили до ума и до сердца. Если сегодняшних священнослужителей поставить в положение апостолов, служить людям, но без сегодняшнего богослужения, что бы они делали? Представьте любого из них, стоящего посреди леса или посреди поля, и рядом пришедший послушать их. На такое предположение многие священники в страхе восплескивают руками и говорят, «Не приведи Господи, со страху умру!» Нужно помнить, что они должны сказать и словом, и делом. Мы не обманываем, ибо проповедуем не самих себя. Мы строим Царство Божие, устрояем его в себе и в людях, а в действительности получается, что строится Царство Попов с абсолютной тоталитарной зависимостью от вышестоящих, как в монашестве. Все.